Пять, ромашка шесть, ромашка семь. У вас все дома? А? Ну ладно. А не пора ли нам подкрепиться? По-моему, пора. Эх, ребятки, это называется пародия. И это целое искусство. Привет, всем привет, дорогие телезрители. Мы снова рады вас видеть, как всегда. И снова здравствуйте. Мы появились. Сегодня у нас необычный мухбанк. Первый раз такой мухбанк. Да-да-да, у нас сегодня шоншвайная рулька. Ты чего? У тебя уже это, губенка уже. Ну да-да-да, типа того. У нас сегодня запеченную рульку давно хотели. Вот смотрите, такая получилась. Вы не думайте, она не черная. Нет-нет-нет. Она просто, вот слышите? Вот. Вот даже мягкая. Она это закарамелизовалась. Да. Мы ее это, в пиве готовили. Пиво, мед, чеснок и все это вместе. По германской традиции. Рецепту, то бишь. И как в Германии мы кушаем рульку с квашеной капустой. У нас какая хорошая капусточка. А рулька-то еще вкуснее. Вы только полюбуйтесь. А, да-да, помедленнее покажи, потому что вы видели, что она не черная. Вот свет искажает, между прочим. Она вот очень даже такая. Вот, посмотрите, посмотрите. Сейчас прям как. Как это. Вот, видите, как. Так, все увидели. Ну, увидели. Надеюсь. Давай ее красиво ставь. Разверни. Сейчас развернем. Хлеб у нас еще ржаной. Вот так вроде бы. Да вроде бы нормально. Вот. Вот, вот. Ну, что? Ну, и начнем-с. Начнем-с. Всем приятного просмотра. А нам приятного аппетита. А кто кушает с нами, присоединяйтесь. Вам тоже желаем приятного аппетита. Так, ну здесь. Чего? Не, 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 это. Самообслуживание, наверное. Саша, ее так не режут. Ее вот так срезать. Хорошо, давай. Ты видел в магазине? Нет, не видел. Даже не дослушай, скажу, не видел. Нет, окор хамона. И вот там вот такая, на такой этой. Тут он хамона, нет. Там ляжка вот на такой этой. Давай, давай, давай. А что, давай, мужчина должен. Давай, продемонстрируй. Я же ни разу не грамотный. Давай теперь ты. Слушай. Давай, давай. Опять скажешь, что я тут что-то не то делаю. Что это? Ты не можешь делать не то. Ты всегда делаешь только то. Пар идиот, вы видите, а? Да. А ты хоть помоги, что ли? Ты же сама сказала. Хоть чем-то. Чем-то. Я тебе только словом могу помочь. Не получается. Ты обязательно. Так. Все получится. Ой. Посмотрите, какая красота-то, а? Только посмотрите. Ой. Корочка. А видите, как этот? Прям пар идет, а? Ну, ее, конечно, мне. Естественно. Чего? Или тебе. Да ешь. Да ешь. А что там? Мяса нет? Мяса? Ты что-то мясо, что ли, хотел? Что, отрезать тебе чуть-чуть? Не-не, не буду. А ты? А ты ее ужеешь. А что? Ой, как она хрустящая. Ты же любишь хрустящая. Ну, я знаю, ты это есть не будешь. Так, отделка-то, правда, моя, ну ладно. Ну, да. Я же тебе говорил, нет, тут только самообслуживание. Тут не получится. Тут только каждый сам себе. Я хотела зрителям показать, что тут не только жир, тут мясо есть. Зрители так все увидят. Вы видите, как красиво. О, мясо. Чем пахнет? Да я откуда знаю. У нас такая ванища от этого пива. Да. Слов нет. Ну, начнем. Ну, мягко какое. Как? Думали, думали или придумали? По-немецки. И сделала. Натурально тоже. Натурально. Сначала я ее варил два часа со специями в воде, в кастрюле. Хрустящая вода. Блин, мне тоже хочется попробовать. А я ее, наверное, ломать лучше, да? Угу. А мы как путные. Режеть не надо. Да мне прям чуть. Я тебе больше-то. Ой. Простите, она не режется, она только ломается. Будешь ее? О, мягкая. Реально вкусно. А я дура отказалась. Не любила. Какая прям курочка. Да и он не хуже будет. Слушай, а еще пиво не чувствуется. Пиво? Да. Откуда тебе там будет? Чей-то соус же там и мед, и чеснок. Как он тебе будет чувствоваться? Вот, я сказала, в кастрюле 2 часа варила, потом все это дело в жаропрочную посудину и сделала соус. Бутылка пива 0,5, 3 столовых ложки меда и 3 столовых ложки сахара. И чеснок раздавила, а потом порубила. И туда вот так все перемешала. И в духовке где-то часа 2 она еще у меня запекалась. И каждые 10 минут я вот этим соусом поливала. Вот. Холосток мяса. Хорошая. Ты ли это говоришь? Ты вообще сроду никогда не ел. Нет, ну фу. Вот так вот, видите как. Оказывается, вкусно. Вкусы-то как меняются. Со временем. Хорошо, что у нас тут немецкое блюдо. Германия. Давай привет в Германию передадим. Так. Как имя-то? Фамилии помню, а вот имя не очень. Итак. Сегодня у нас германская трапеза немецкая. Поэтому передаем привет в далекую Германию. Такая же она и далекая. Передаем привет нашей телезрительнице, которая нас смотрит издалека, смотрит часто, постоянно комментирует, пишет. Мы к ней тоже привыкли. Олеся. Олеся Шульц. Шульц. Привет. Из Германии. Привет, привет, привет. Рад видеть. Вот. Про вас вспомнили? И вот видите, блюдо такое сделали. Мы читали, что в Германии зимой готовят именно это блюдо. Рульку и кушают в качестве гарнира с капустой. Квашиной. Ну вот. Вот такой вот. Угу. Только они ее тушат, а мы со свежей. Ну как со свежей? Не тушеная. Ну как, квашина, соленая? Квашина. Мы же любим квашиную капусту-то. Ммм. Кстати, нас спрашивали. Так вот такая вот. Как мы вот так вот тонко режем-то капусту? Все просто. И есть специальная шунковка. Любуйтесь. Вот настольчик вот такой. И вот я им шинкую. Суп тушить. Для засолки вот этой вот для квашения. Очень даже удобно. Ты в разрезе покажи тоже. Так? Да. А что в разрезе-то? Там. Где у него это? А вот у него тут есть резвя. Ограничитель. И прям хоп-хоп-хоп-хоп-хоп-хоп-хоп-хоп. Вот. Так что приобретайте вот такой нож, шунковку, и у вас будет капуста как у нас шинкованная. Так, Сашка, тут вот жирок. Давай сюда. А нет, он с мясом. Это мне. Ага. Копается. Обалденно. Их вчера у нас и день был неуточный. Встали с утра пораньше, как путные. Отправились на родник с водой. Попутно решили заехать тут в магазинчике закупиться. Доброцен называется. Нет. Доброцен рядом. Мы с тобой в Скидкино сначала пошли. Так называется Скидкино. Заходим туда. Я, значит, взяла рыбу, этого, как его называют, окуня. Окуня. Этого морского. Взяла... Кальмара. Кальмаров. Думаю, сделаю салатик. Сгущёнку взяли. Сгущёнку взяла там. Сгущёнка это. Мы всегда берём рогачёвскую. Взялось в Беларусь. Взяли две баночки. Взяла кукурузу, горошек, фасоль. Встаю, выбираю специи. И вдруг такой голос. Такой пронзительный. Я сейчас закрываюсь. Всё, хватит. Мы не поняли, откуда голос-то, что такое. Я говорю, потом... Всё, открываемся! Опять не поняла. Потом, смотри, там кассир выходит. Я говорю, ну чё, как с тобой поделиться? Вот этим. Взял. Выходит. Сегодня до 12 работаю. Ещё 5 минут. Ну, а мы, конечно... Ну, что мы можем за 5 минут там закупиться? Ничего. Ничего. Ровным счётом. Ну, что ж, пришлось всё выложить. Всё выложить. Обратно. И уйти оттуда ни с чем. Обидно. Да. А она ещё... Я вас не выгоняю, можете остаться. Я говорю, мы за 5 минут ничего не успеем. Ничего, я закрываю. Надо будем знать, чтобы в выходной день, то нечего вставаться. Правильно. Работают недолго. Пошли в добраться. Там народу столько. И вообще ничего нету. Как говорят, шаром покати. А я сейчас не шара, не покати вообще. Кажется, мы тут тоже ушли ни с чем. Но там хотели кофе, чай взять. Фирмы, не только. Круп. Да, крупы, макароны. Но ничего не было. Потом мы решили съездить за мясом. Мясо купить. Ну, мы всегда берём сразу где-то килограмм 4-5. В соседний посёлок. В городу прилегающий. Там фермер продаёт мясо. Обычно, где грудинку, вот эту часть всегда берём. Рёбрышки. Кореечка. Чтобы на супчик и тушить. И всё. Очень удобно. И тут не повезло. Фигушки. Какая-то прям полоса невезения. Там два куска висят и всё. Больше ничего. А мы сейчас заходим странно, говорят, что-то никого нету. И грудинка порублена. Хоть бери, уноси, но совесть не позволила. Не такие ему. Чтоб схватить-то. Там даже правдовец не тот был. Да. Вообще. Спрашиваем. А есть ещё? Нет только вот эти две. Угу. А там пластиковые двери, там вход в морозильную камеру. Ну, мы уж не стали тут, конечно. Мы обычно всегда туда поставили морозильную камеру. А там она даже что-то не пустила. Она вообще другой человек какой-то. Спрашиваешь, когда привоз будет? Не знаю. Как странно. И тоже. На окне висит цена 210. Заходим и говорю, что почём? 220. Зашёл, цена повысилась. Угу. Ну, не переживайте, нам хватит одной на двоих. Две нам много. Да? А ну, конечно, много. Не, ну а чё? Мы супчик рыбный ещё ели. Ну, уж не стали снимать. Два крыбный. Из горбуши. Ну, не полностью из горбуши. А из её головы и хвоста. Олёшкий такой. Вот. А сейчас вот у нас статрулька. У меня там, на кухне, две кастрюли ещё варятся. Этого. Холодец варю. Ещё вчера купили две ноги. Купили две ноги. И варим из них холодец. Но это не оттуда. Где нас в морозильную камеру не пустили. Это отсюда вот. Да. Мы оттуда уехали пустые. Ну, хорошо, хоть на роднике вода была. Народа много. Люди приезжают, кто с детьми, кто с собаками. Туда. Пока воду наливают, собаки гуляют, дети тоже. Господи, ты чего? Аристократом себя почувствовал. Да не отрежу лишнего. Господи, ты что думаешь? Я-то боюсь, что ли. Ешь. Ну, ты что. Надо будет ещё по плюсу сделать. Совесть не позволит. Не жир. Мясо. Открывать надо. Кто скажет, жир едят. О. Нифига не жир. Видите мясо? Одно мясо. Эту рульку лучше брать. Переднюю. В ней жир меньше. А в задней больше жира. И кожа тут тоньше. На спорте. Давно мы её хотели сделать. Угу. Ну, вот ишь я столько. Ну, вот ишь только. Созрение. А купили мы её на обратном пути, просто в попутном магазине. Угу. Просто повезло, попалось. Хотя две, последняя была. Угу. Так что мы почти ничего не купили. Не, ну почему? Ну так. На другом ещё магазине купили. Пикшу взяла. Думаю котлетки рыбные сделать. Хека. Пожарить. Печень берём. Делаем паштет к чаю утром. К чаю им хорошо. Ну что там? Масло сливочное купили. Так, что мы ещё брали такого? Долгий грающего-то. А, купили лёгкие, купили ещё другую печень. Для этих. Для пирожков. Пирожки с фливером. Угу. Надо будет сделать. Угу. Ну, вот основное мясо тут не купили. Ну, мы с собой съездим ещё. Другое место, потому что я уже тут не хочу покупать. Там что-то как-то всё странно стало. Сейчас обглажим со всех сторон. А то чё, чисто мясо? Чё, не гладать? Никакого жира. Ничего. Не, ну, кожа вкусная. Я почему-то думала, что пиво будет отдавать. Нисколько ничего не отдаю. Я ничего не отдаю, что ты взяла? Ну, а пах воничь-то. Ну, а мне особо-то и не пахло даже. Почему? Так, потому что мёд и чеснок. Думаешь, чеснок с мёдом перебили? Ну, конечно. И, кстати, и сладкого вкуса нет вот этого. Немножко это попадается кое-где по краям. Это где-то, которые не внутри. Пиво, кстати, мы брали светлое, потому что, если брать тёмное, оно горчить будет. Старый мельник. Обычный. Никакого майонеза не надо, да? Я ещё думала, с герчицей поесть. А то, наверное, тут и не надо её. Как пусто. Тебе в Одессу, что ли? С герчицей схож. С герчица. А холодец сегодня сделаем, а завтра будет готов. Потешимся. Давно мы холодец два месяца уже не делали. Да. Скольких тут. В ногах костей-то. Мяса столько нет, да? Да. Где там мясо-то? Да где там. Да-да-да, вычищай, вычищай. Ботоводочка. А это... Баловство всё это. Ну, что не говорит. Ну, что не говорит. Что не говорит? Порадовать себя можно. Разок-другой. Она всё, ничего, возьми, слишком много с ней. В детстве быстро, а готовится долго. Пол дня я с ней. У меня ещё эта электроплитка. Она не варится, сами знаете, дольше всё. Это же не газ. На холодец варится шесть часов. Ещё осталось сколько? Ещё два часа, вот четыре уже варится. Ещё два часа осталось. Ну, я аж там смотрят на кухне, говорит, целый день. С утра с кастрюли стоял, рульку варила. Ну, где-то я до трёх. С утра и до трёх дня. А с трёх дня я уже поставил в холодец вариться, скажет. Ещё две кастрюли принесла. Скажет, во, ну и жрать. Ну, а чё? Что есть, то есть. Да. Без всяких приукрас. Обжора, обжора. Собака-мыковку кому-нибудь это. А где взять? В отдельный пакет положить. Ну, мы будем это, холосово идти туда. Холосово разделывать. Да, туда положим. Так, ну-ка. Где-то ещё осталось, что ли? Ну, ладно. Я вот себе возьму. Это тебе. А ты чё, считаешь? Делишь? Что это? Ничего. Нормально. С капустой-то хорошо идёт. Заодно и без капусты тоже не идёт. С капустой-то нормально будет. С толчонкой. С метушкой. Как называют? Толчонка? Метушка? Ты по-разному. У нас метушка. Что-то очень как хрю-хрю. Ну, жир выпырился. Хорошо, да? А это эти. А солёность нормальная, да? А что, он должен быть ненормальный? Так. Вот так. Даже... О! Разварилось как. Угу. Как мёд. Как мёд. Всё. Хорошо, удовольствие. Жанко, что мало. Да хватит. Угу. Мы ж не обжорок. Ну, по-жарок-то любители. А кто не любитель-то? Я в малагежек не верю. Это все сказки, да? Угу. Это как раз места, где дрожалка-то. Ну что, пойдет. Мясо закончилось, пришлось дрожалку есть. А он как, уписывает. Что делает? Уписывает. У меня вот другое слово послышалось. Успевает только он все. А я люблю мосты играть. Уписывает нехило. Все. Остатки сладкие. Бери. Бери. Да бери. Бери, бери. Да ладно тебе. Чего ты. Бери, бери. Ну извините, я руками. Да. Да. Вот и всего-то. Еще удовольствие. Я это. Как готовила, напишу под видео. Я рецепт. Я рецепт как делала. Это по рецепту там какого-то немца перевод был. Нашла. Вот решила проверить. В принципе, нормально. Там какой-то Макс Оливер, что ли, чего-то такое. Даже не скажу. Но напишу, как готовили. Макс Оливер. Макс Оливер. Сейчас надо будет холодец проверить, там как варится. Да и чай побудьте. Как бы многие не сделали. Наверное, нас в кастрюлю не таскают. Ну слава богу. Так. Вот это тоже, говорят, полезно. Ну уж не надо. Все. Что-то я как это, как с голодной украины. Простите, культуре не обучено. Но. Как раз, это хорошо. Потом бы только не опиться. Вот. Остались рожки до ножки. До косточки. Это мы этим собакам отдадим. В отдельный пакет вложим. Они потом найдут, съедят. Ну что, вкусно? Было, да. Ну я еще не хочу такую готовить. Слишком возни много. Как ты. Да и у нас теперь еще не скоро будет. Да. Не, ну поели, оскомину сбили. Что еще надо? Мне еще надо найти. Да. Ну не так-то просто. Да что, она у нас в следующий раз будет не скоро. А теперь у нас еще будет холодец. Любители холодца-то есть, что ли? Да, конечно, есть. Мне кажется, не все любят. У нас домашний, свой. Ну, в магазины не берем. У нас все свое. Ой. Простите. Какие-то. Да. Грязные. Прям. Прям. Звольте ничего. Приборы приборами, а руками-то есть вкуснее. Угу. А, что же прям все пристает. Наша трапеза подошла к концу. Ну, наверное, вам понравилось, не понравилось что-то. Извините, так получилось. Ну, зато как есть, так есть. Без прикрас, без игры. Ну, если что не так, отражайте в комментариях. И что так, тоже, да. Ну и что так, само собой. Спасибо, что были с нами. Спасибо, что смотрите нас. Комментируйте, советуйте. Желаете все самого хорошего. Спасибо за добрые пожелания, за добрые слова. Вообще, спасибо, что вы есть. Ну, а мы с вами будем прощаться, но... Ненадолго. До новых встреч. Пока, 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 пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok